Камчатского краба, которого в основном продают во Владивостоке, добывают в Беринговом и Охотском морях. Купить деликатес можно на рыбных рынках и в магазинах, но только в замороженном виде. Свежего краба подают лишь в нескольких ресторанах города. Его стоимость зависит от размеров. Краб весит в среднем от полутора до трех килограммов. Цена одного килограмма начинается от трех тысяч рублей. С каждым годом все становится все дороже, дороже, дороже. А в далеком прошлом, в советские времена, стояли крабы, я сейчас помню, пирамидой на Светландской в рыбном магазине. И, в общем-то, все время стояли, ну и брали их люди. Купить свежего краба сейчас можно и на ежегодном гастрономическом фестивале. Сегодня он проходит во Владивостоке. Его проводит в том числе и один из популярных рыбных ресторанов. До 30 октября жители города смогут отведать блюда из свежего краба со скидкой в 50%. Например, салат с крабовым мясом обойдется в 650 рублей. С 11 утра уже стояла очередь в ресторан. И самое главное то, что к нам приезжают гости не только из России, а еще и из Кореи и Японии. Цена замороженного краба на рынках и в магазинах города от двух тысяч рублей за килограмм. Отдельно за клешни придется заплатить на 300 рублей больше. Еще один дорогой деликатес – морской гребешок. Его выращивают в прибрежных водах. Килограмм стоит от полутора тысяч рублей. Позволить себе эти деликатесы могут немногие. Пенсионеры в основном не покупаем. Это редкий случай, когда икру в ястыках возьмешь, 100 грамм сам сделаешь. Потому что очень дорогая рыбопродукция у нас, сумасшедшие цены. Красную икру в городе продают в среднем по 2,5 тысячи рублей за килограмм. В этом году в связи с миграцией лосося улов оказался меньше, чем в прошлом. Сотрудники рыбной отрасли говорят, к концу года икра подорожает на 20%. И в декабре будет стоить не меньше 4 тысяч рублей за килограмм. Так что, как говорится, близок локоть, то есть море, да не особо укусишь. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.